МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фу ты, не получилось. Короче, это программа «Теория заговора» и я, Михаил Мамарин. Здравствуйте. И сегодня мы расскажем, что, как и сколько пить, чтобы похудеть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вода – источник жизни. В последние годы диетологи объявили воду еще и панацеей для худеющих. Даже известно, сколько нужно пить, чтобы худеть. Два литра в день. И ни капли меньше. Как говорится, не можешь научим, не хочешь заставим. Пока человек не распит, ему действительно тяжеловато пить воду. Когда человек распит, в хорошем смысле, он будет пить круглый год очень приличные объемы воды. А вот Елена Ирхова из Красноярска про правила двух литров, как говорится, слыхом не слыхивала. Однако лишних кило за 90 лет так и не нажила. И чувствует себя максимум на 70. Я не думаю, чтобы я старая. Я не думаю, чтобы мне 90. Красноярская пенсионерка известна в соцсетях больше как путешественница баба Лена. Музи? Сэмузи. Смузи вкусной получилась. Ха-ха-ха. В 87 лет бабушка сняла все свои накопления и начала путешествовать по миру. Дельфины мы как танцуют, как вот бабьи с ростом. Это куда дела? То только дельфины видела, как плавают, а то танцуют танго. Это чудо. Баба Лена быстро стала звездой интернета. А вы же Баба Лена, да? Да. И обзавелась спонсорами. Так, например, благодаря певцу Николаю Баскову, Баба Лена прокатилась на слоне по Таиланду. Огромный привет Николаю Баскову. С байкерами проколесила по Европе. И даже верблюда в пустыне умудрилась оседлать. Точно, наверное, будут сумасшедшим считать. Секрет активного образа жизни Бабы Лены именно в воде. Только пьет она ее наперекор всем известным правилам. Во-первых, пьет она воду из-под крана, отстоянную утром натощак. Это я утром пью. А больше я ни грамма не пью сырой воды. Это только кипяченый пир. И во-вторых, воду литрами она в себя насильно не заливает. Пьет, когда захочется. Получается, пример Бабы Лены это исключение исправил? Или само правило про 2 литра воды не больше, чем миф? Давайте раз и навсегда выясним, сколько же воды на самом деле нужно пить, чтобы худеть. Доктор Майкл Фаррелл из университета Монаша в Австралии провел масштабное исследование. В течение нескольких месяцев он заставлял людей пить воду через силу. Больше, чем они того хотели. Мы обнаружили, что один из отделов мозга, который отвечает за рефлекс глотания, был гораздо более активным после употребления слишком большого количества воды. Другими словами, наш организм настолько умно устроен, что если мы пьем больше, чем нам нужно, то наш мозг начинает мешать нам глотать. То есть мы действительно начинаем в буквальном смысле давиться водой. Чем больше, тем лучше в случае с питьем не работает. Простой пример – комнатные растения. Все мы знаем, что цветы нужно поливать. Галина Ивановна поливает этот цветок раз в неделю. И, как мы видим, он цветет и пахнет. Но если я начну поливать его каждый день, то цветок просто завянет. То же самое и с нами. Слишком большое количество воды вымывает из организма соли и полезные вещества. Так все же, сколько пить? Два литра или не два? На этот вопрос у Всемирной организации здравоохранения есть четкий ответ. Формула, разработанная ВОЗ, это 30 миллилитров, умноженная на фактическую массу тела человека. Сейчас я посчитаю, сколько мне нужно пить воды. Мой вес – примерно 70 килограммов. 70 умножаем на 30 миллилитров. У нас получается примерно 2 литра воды. Вот они, эти прославленные, 2 литра. Но ВОЗ уточняет. В эти 2 литра также могут входить и утренняя чашечка кофе, и суп, который я ел на обед, и фрукты. Вот и количество воды уменьшилось вдвое. Есть способ намного проще. Пить нужно ровно столько, сколько хочется. Все очень просто. Если вы совсем не думаете о том, чтобы попить, это означает, что вы пьете абсолютно столько, сколько необходимо. Получается, совершенно необязательно заливать в себя по 2 литра воды в день. Если вы того не хотите. Да-да, вы не ослышались. Пить воду нужно тогда, когда хочется. Сколько пить, мы разобрались. Но еще важно знать, как пить. Итак, если вы выпиваете пару стаканов воды с залпом, то в вашем организме происходит вот что. Организм просто не успевает ее усвоить, и она выходит безо всякой для вас пользы. Неприятненько. Еще воды хочешь? Зря. Кстати, для пользы не менее важно и то, какой температуры воду мы пьем. Избегаем крайних температурных режимов. То есть не пьем очень горячую и не пьем очень холодную. Оказывается, слишком горячая вода может привести к ожогу пищевода. А слишком холодная – к ожирению. Вы слышите? Достаточно попить холодной водички, и можно сказать «привет» лишним килограммам. Предпочтительнее вода комнатной температуры, либо чуть выше, чем комнатная температура, но так, чтобы это не повреждало эмаль зубов. Конечно, ни температура воды, ни ее количество, ни умение ее пить правильно. Все это не сработает, если сама вода будет сомнительного качества. Вода должна не только утолять жажду, но и пополнять организм полезными микроэлементами. То есть, другими словами, быть настоящим животворящим источником. И хорошо, если такой источник есть рядом с вашим домом. Жителям села Болотовская Свердловской области с этим повезло как никому. Уникальный источник воды, который есть неподалеку, уже окрестили восьмым чудом света. Вид у источника непрезентабельный. Зато вода в нем уникальная по составу. Как говорится, заткнет за пояс любые поливитамины. И этот источник чуть ли не единственный, который горит. Если поднести к воде зажженную спичку, вода в прямом смысле полыхнет. Наверху содержится вода, под землей метан. И он выдавливает эту воду вместе с газом. Наверху она отделяется и воспламеняется. Пить его не опасно. Он на человека воздействует так эйфорийно. Местные жители этим уникальным природным явлением пользуются на всю катушку. Однако у большинства из нас нет под рукой животворящего источника. Зато есть магазины, полки которых завалены водой в бутылках. На любой кошелек. И каждый раз перед этими полками многие из нас впадают в ступор. Какую воду брать? Ту, что подешевле? Или подороже? Или по средней цене? И есть ли хоть какая-то разница между водой разных брендов? Ведь H2O и в Африке H2O. Ни цвета, ни запаха. Оказывается, есть. И еще какая? Есть вода живая. То есть в ней есть полезные для организма вещества. А есть и мертвые. Те вещества, которые нормируют, формируют ее полноценность, они, как правило, о них производители забывают. Так какую же воду покупать, чтобы пить каждый день, пополняя свой организм полезными веществами? Сейчас мы назовем вам конкретные бренды, и вы будете знать, какую воду стоит покупать, а на какую не стоит выкидывать деньги. Мы сдали на экспертизу 5 бутылок питьевой воды в первой категории самых популярных брендов. Как раз ту самую, которую мы покупаем чаще всего. Перед тем, как отнести воду в лабораторию, образцы мы зашифровали. Под номером 1 скрывается вода питьевая Черноголовская. Под номером 2 – каждый день. Под номером 3 – Калина Фродник. Под номером 4 – Липецкий бювет. А под номером 5 – Шишкин лес. Итак, экспертиза показала – все образцы пить можно. Образец номер 5 очень близок по своему составу к образцу номер 3. То есть это вода, которая однозначно происходила умягчение, то есть пропускалась через ионообменные смолы. Поэтому кальций, магний совершенно полное отсутствие. Это вот как раз тот случай, что наша вода не оставляет накипи. То есть чайнику хорошо, человеку никак. Напомним, что образец номер 5 – это вода Шишкин лес. А образец номер 3 – Калина Фродник. Самое удивительное, но лидером в нашей пятерке стала самая дешевая вода. Под брендом «Каждый день». Образец номер 2 – это один из лучших образцов, если не самый лучший, из пяти исследованных. Соответственно, очень хорошие показатели по содержанию кальция, магния, совсем незначительное количество натрия, что говорит о том, что вода не умягчалась. Чуть меньше полезных веществ в черноголовской и липецком бювете. Если сравнить первый и четвертый образцы, то в первом образце все же в два раза, можно сказать, что в два раза меньше полезных веществ содержится, чем в четвертом. Это незначительно и в том, и в другом случае. Итак, по итогам нашей экспертизы, на последнем третьем месте оказалась вода Калина Фродник и Шишкин лес. На втором – Липецкий бювет и Черноголовская. А на первом месте – Каждый день. Так что не бойтесь брать недорогую воду. Низкая цена не всегда говорит о низком качестве воды. И не забывайте, что заливать литрами в себя воду не нужно. Пейте столько, сколько хотите, только небольшими глотками. Тогда вы будете худеть прямо на глазах. Хорошая вода бесспорно – самый полезный напиток и для фигуры, и для здоровья. Но признайтесь честно, ведь нет, нет, но на вредное тянет. Например, на сладкую газировку. На сегодняшний день они содержат просто избыточное количество сахара, то есть углеводов, которые категорически не показаны для людей худеющих. Как говорится, проходили – знаем. И не будем никого учить жить, а поможем с выбором. Выясним, какой из зол меньше. Так в какой же сладкой газировке сахара меньше всего? Сейчас расскажем. Так в какой же сладкой газировке сахара меньше всего? Мы твердо уверены. Больше всего сахара во всем известны иностранные газировки коричневого цвета. Ну вы поняли, о каком напитке идет речь. Вооруженные этим знанием, мы считаем, что родной дюше скуда полезнее. В нем уж точно должно быть сахара меньше. Что ж, давайте проверим. Не заблуждаемся ли мы? Покупаем дюше с разных брендов. Напитки из черноголовки, советский лимонад, мингаз и старые добрые традиции. И относим на пробу подрастающему поколению. Похоже, без твердой материнской руки тут не обойтись. Так называемая мама нашей редакции, Вера Евгеньевна, уже спешит на помощь. Самое время начать эксперимент. Вера Евгеньевна не зря всех усадила. На молодых и дерзких кожаные штаны. Попадая на них, сладкая жидкость становится настоящей липучкой. Посмотрим дюше, с какой фирмы приклеит лучше всего штаны к стулу. Сама же Вера Евгеньевна в прямом смысле сначала сядет в лужу. С газировкой иностранного происхождения. А потом проверит ее на сладость уже на стуле. Раз, два, три. Встали. Штаны прилипли у всех поголовно. Получается, сахара производители точно не пожалели. Что и требовалось доказать. Остался открытым только вопрос, в каком лимонаде его больше всего. Выясним это. Сдадим газировку в лабораторию. Итак, самым сладким оказался наш российский дюше с подмаркой «Советский лимонад». Та не иностранная газировка, которую ему, получается, зря клеветали. В ней сахара оказалось почти на грамм меньше. На третьем месте оказался дюше с старой и доброй традицией. На четвертом – дюше с бренда напитки из черноголовки. А лимонад фирмы «Минтгаз» выпал из нашего рейтинга. Сахара в нем вообще не обнаружили. Оказалось, что он сделан на основе глюкозы. И это не значит, что он менее сладкий. Получается, мы зря считаем, что наши лимонады полезнее иностранных. Оказывается, сахара в них может быть даже больше. Поэтому, если хотите выпить сладкой газировки, пейте. Просто чуть-чуть. Искать среди этих напитков меньшее из зол – неблагодарное дело. Но есть одно исключение. Полезным может быть лишь тот лимонад, который вы приготовили сами. По правильному рецепту. А вы знаете, что лимонад на самом деле – очень полезный напиток. Приготовьтесь загибать пальцы. Он утоляет жажду, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет, снижает побочные действия от приема антибиотиков. И даже применяется в качестве профилактики онкологических заболеваний. Но все эти полезные свойства лимонада проявляются, если его готовить дома. Как и из чего? Сейчас покажем и расскажем вместе с Митей Фоминым. Прошу вас. Мит, ну заходи, не стесняйся. Ты мне опять улыбаешься, а у меня сердце горит. Зачем же ты мне так нравишься? К тебе тянет словно магнит. Молодец. У нас еще никто с русской народной песней. Это моя. Окей, что мы сегодня делаем? А мы сегодня делаем, насколько я знаю, готовим лимонад. Лимонад, совершенно верно. По твоему фирменному рецепту. Рецепту, моему фирменному рецепту. Ну хорошо, давай. Опа, два, три. Я же в цирке в свое время работал. Я и сейчас продолжаю работать в цирке. Для того, чтобы приготовить лимонад, нам нужно всего лишь несколько очень простых ингредиентов, которые продаются абсолютно в каждом супермаркете, в каждом магазине. Это имбирный корень. Ты знаешь, ну возьми, наверное, вот эту вот часть. Его нужно почистить. Я бы его не чистил, кстати, на самом деле, но некоторые рекомендуют его чистить. Его нужно просто вымыть и порезать тонкими ломтиками. Ломкими тонтиками. Ну давай, я почищу все-таки. Что будешь делать ты? Значит, я буду смотреть и наблюдать, и наслаждаться твоим трудом, если только можно. Что делаю я? У меня гораздо более сложная работа, на самом деле, чем у тебя. Почему? Потому что мне предстоит разрезать лимон напополам, вот я это сделаю. Справишься? И более того, и приложить свою физическую силу для того, чтобы выжить его, выжить, выдавить, выдавить все. Ты все крупнее и крупнее. Я где-то прочитал, что ты, вот скажи сейчас, правда это или нет, что ты принимал роды у свиной свинки. У морской свинки. Я не только у свинки принимал роды, я еще у женщин принимал роды. Почему? Потому что я заканчивал Новосибирский медицинский институт. А, то есть ты учился на свинках, а потом принимал роды у женщин. Ну, можно практически сказать и так. Животные напоминают мне определенных людей. У тебя есть такое? Мне кажется, мы все в той или иной степени напоминаем каких-то животных, каких-то птиц. Ну, Леди Гага на кого похожа? Она похожа павлину. А Брюс Уиллис? Брюс Уиллис похож на бобра. На бобра? Да. Я на кого похож? Ты похож на ленивца. В плане темпоритма, вот, а просто исключительно какие-то физиогномические. Будем исходить, что это комплимент. Я похож на попугая вообще. Дождь. Поэтому, знаешь, мы с тобой квиты. С лимонадом понятно. Вообще, ты же не раз принимал участие в экстремальных шоу. Что там? Ведь принимал же, да? Принимал, конечно. Что самое экстремальное тебе пришлось есть? Вот так можешь вспомнить? Ты знаешь, они несъедобные, но их нужно было переносить зубами. Это был один из квестов. Это были морские огурцы. Ужасно противная, прогорклая вот такая вот, знаешь, такая вот субстанция, похожая, прости меня, на какашку. Вот прямого смысла этого слова. Чтобы ты понимал, нужно было перенести максимальное количество вот этих вот самых огурцов, ртом перенести на весы. Мы все корчились. Корчился Костя Дзю, корчился Иракли Перцхалава, корчился Сергей Сафронов. Понимаете? Но, что называется, мыши корчились, плакали, но жрали эти огурцы. Значит, что мы делаем? Мы теперь лимонный сок, лимонную, еще не натертую мною цедру, и лимонный сок все это сваливаем в одну емкость под названием кастрюля. Мне нужна терка, и терку я беру, о, отлично, все под рукой на этой кухне, замечательно. Выливаем сюда же лимонный сок. А правда, что ты любишь Есенина? Ты знаешь, ну, мне кажется, что не любить Есенина невозможно, особенно если ты русский человек. Я иду долиной, на затылке кепи, лайковые перчатки, смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет мутная река. Я беспечный парень. Ничего не надо. Только б слушать песни. Сердцем подпевать. Только б устроилась легкая прохлада. Только б не сгибалась молодая стать. Москва, Есенин, 1925 год. Льем сюда полтора литра воды. Так, ну, я предлагаю это ставить на плиту, на медленный огонь. Хорошо, я включаю. Да, на медленный огонь и не доводить до кипения, чтобы эта смесь чуть-чуть потомилась. Так, значит, смотри, наш лимонад уже практически готов. Единственное, что я бы, конечно, дождался, чтобы он был охлажден. Я попробую его на сахар. Получился суп куриный капсалейш. Невозможно. Ну, о чем вы можете сказать? Мне кажется, страшно кистый. Но у нас есть мед. Всем прекрасного воскресенья. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Лимонад будет не только вкусным, но и полезным, если сделать его на своей кухне. Тем более, что для этого многого и не потребуется. Вода, лимон, имбирь и совсем немного сахара. Ну и, конечно, даже домашним лимонадом не стоит увлекаться. Заведите себе привычку утолять жажду водой. Так будет полезнее для фигуры. Причем для боков полезно воду не только пить, но и применять наружно. Вода прекрасно сгоняет лишние килограммы не только когда ее пьешь. Аква-аэробика. Настоящий враг лишних килограммов. И для этого совершенно необязательно ходить в бассейн. Как же похудеть в собственной ванной? Испытать на себе домашнюю аква-аэробику решил наш постоянный эксперт Макакий Макакевич. И чтобы пребывание в ванной не превратилось в спа-процедуру Макакий Макакевич. Принимать ее будет под чутким руководством опытного тренера Анастасии Лазаревой. На спинке лежим, пузико чешем, да? Поэтому сразу переходим к делу, то есть тренировке. Первым делом пробежка. Потом прыжки. Все как в спортзале. Молодец! Хорошие прыжки получаются, да, Макакий? Не ленимся, работаем. Ученик у нас, конечно, сегодня ленивый, но для первого занятия кое-что делает очень неплохо. Например, он у нас очень хорошо бегает. Наш постоянный эксперт быстро сдулся. Поэтому тренер по акваэробике занятий для похудения взяла в свои руки. Совет. Для домашней акваэробики наливайте в ванну прохладную воду. Градусов 20, не больше. В этом случае процесс сжигания жира будет идти быстрее. Итак, начнем сначала. Первое, с чего нужно начать водную зарядку, разогреть. Беремся руками за бортики. И попременно выпрямляем сначала одну ногу, затем другую ногу. Это упражнение нужно выполнять по 10 раз на каждую ногу. Затем переходим к следующему. Руки ставим на дно ванной, ногами упираемся в бортик и поднимаем таз над водой. Если долго делать, вы устанете на самом деле. Для первого раза достаточно и двух подходов по 10 раз. Потом нагрузку можно увеличивать до бесконечности. Есть еще одно упражнение, очень простое и очень эффективное для ягодиц. Так называемый фонтанчик ножками. Единственное, следите обязательно, чтобы ваши ноги были прямыми. Иначе зальете соседей водой. Ну и напоследок движение для тонкой талии. Для этого нам нужно ручками вязаться за один край бортика и потянуться. То есть это получается скручивание. И так уменьшить объем фигуры можно и в собственной ванной. Главное выполнять упражнение в прохладной воде. Не больше 20 градусов. И уже через месяц результат будет на лицо. Вернее, на боках. Еще один напиток для стройной фигуры – яблочный уксус. Согласитесь, в это трудно поверить. Выглядит это как народный совет из интернета. И похоже на бред сумасшедшего. Но, например, рефлексотерапевт Игорь Орлов так не думает. И успешно худеет на этом напитке аж на 2,5 килограмма за день. Так, вот у нас весы. На них ноль. Встаем. Вот ровно 90 килограмм с утра было 92,5. Рабочий день Игоря Дмитриевича начинается с приготовления эликсира стройности. На литр воды он добавляет столовую ложку яблочного уксуса и перемешивает, но не взбалтово. Видите, слегка он приобретает такой слегка желтоватый цвет. И пьет такой напиток в течение дня небольшими порциями. Механизм действия здесь до конца не ясен. И на самом деле я так до конца и не могу понять, в чем механизм действия, за счет чего употребляем яблочный уксус с водой, почему происходит снижение веса. Но рефлексотерапевт, отбросив сомнения, продолжает пить уксусную воду. Кстати, говорят, что еще сам лорд Байрон ходил на яблочном уксусе. В 19 веке этот уксус считался средством для бледности. От него кожа приобретала романтическую бледность, а фигура – стройность. Но можно ли действительно похудеть на яблочном уксусе? Сейчас расскажем. Мы обещали выяснить, поможет ли похудеть яблочный уксус. Спросим специалистов. Такой раздражитель, как яблочный уксус, к сожалению, нежелательно использовать в качестве средства снижения веса. Однако есть от него и польза. Яблочный уксус придаст блюду не только пикантную кислинку, но и увеличит его витаминный состав. Он содержит полезные витамины, ну, например, витамины В1, В6, В2, В, витамин С. Кроме того, содержится достаточно большое количество различных микро-макроэлементов. Поэтому на кухне в шкафчике стоит хранить именно его. Однако, выбирая уксус в магазине, стоит помнить не все то яблочный, что написано на этикетке. Как понять, что перед вами настоящий уксус из яблок, а не бурда из химии? Первое, что приходит в голову, по запаху. Я тут собрал лучших в этом деле. Так, господа эксперты, теперь обращаюсь к вам. Смотрите, это яблоко. Перед нами три бутылки уксуса. В какой из этих бутылок уксус яблочный? Работаем. К оператору побежал. Остались вы. Молодцы. Работаем. Пожалуйста. Давайте, не отлыниваем. Не со мной, не меня искать. Я же уже нашелся. Ну-ка. Давай, искать. Искать. Эх, молодо-зелено. Ладно, давайте играть. В подрастающем поколении мыщей эксперимент не получился. Попробуем повторить то же самое, но уже с матерым профессионалом. Про таких, как Джек, обычно говорят. Он может найти даже иголку в стоге сена. Итак, прячем под синие конусы три бутылки с яблочным уксусом. И даем Джеку понюхать яблоко. За пару секунд Джек идентифицировал две бутылки с уксусом. Хотя мы и прятали три. Джек не перевернул третий конус, потому что под ним был ненатуральный яблочный уксус. Хоть и выглядел как яблочный. Однако в составе мелкими буквами производитель написал. Кислота уксусная, синтетическая, ароматизатор, краситель. Однако, чтобы выбрать натуральный яблочный уксус, необязательно иметь нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. Так как же обычному человеку попасть в яблочко, выбирая яблочный уксус? Все просто. Выбирая бутылку яблочного уксуса, покрутите ее в руках. Жидкость бутылки не должна быть кристально прозрачной. Он имеет определенную мутность. И в процессе хранения вот этот вот взвес, эта муть, она может оседать на дно бутылки, например. На этикетке должно быть написано «яблочный уксус», без всяких приписок, типа «ароматизированный» или «с ароматом яблока». Итак, не пейте яблочный уксус чашками, чтобы похудеть. Так вы только испортите желудок. Но используйте его на кухне вместо столового. Только при покупке берите тот, что мутнее и без ароматизаторов. Еще один напиток, при помощи которого худеет даже ленивый, это смузи. Для непосвященных. Смузи – это когда в блендере смешивают овощи, фрукты, семена. В общем, взбивают до получения однородной массы все, что считается на сегодняшний день полезным. И затем выпивают. Сегодня он очень популярен среди тех, кто придерживается правильного питания. Он – самодостаточный напиток. То есть его можно употребить как полноценный обед, скорее. Может, даже и ужин. Многие – и на завтрак. Отдавая дань моде, некоторые превращают смузи в настоящее произведение искусства. Как, например, Хазел Закария из Новой Зеландии. Конечно, сложно прорисовывать некоторые детали, потому что жидкости и еда ведут себя очень непредсказуемо на кисточке. Когда они нужны, они могут смешиваться друг с другом. На одну такую чашку смузи у Хазел уходит почти шесть часов. Пока Хазел рисует на смузи, она успевает зверски проголодаться. Но самая приятная часть этих смузи-картин – это то, что потом можно с удовольствием съесть. Смузи Хазел в продаже не найдешь. А вот обычные наливают в каждом уважающем себя заведение. В основном самые популярные смузи – те, которые очень вкусные. То есть, когда человек видит в составе клубника, банан, ягоды, ежевика, малина, все оно звучит очень вкусно, привлекательно. Такие смузи частенько не плоским животом, а наоборот лишними килограммами оборачиваются. И это не шутка. Избыточное употребление смузи может приводить к набору веса. Так из чего же делают смузи, чтобы худеть, а не наоборот поправляться? Запоминайте. Правило номер один – не делайте смузи только из фруктов. Фруктоза достаточно быстро уходит подхоженную жировую клетчатку и способствует гораздо быстрейшему ожирению. Правило номер два – добавляйте в смузи зелень и овощи. Конечно, лучшее смузи, если мы добавили туда овощ, фрукт, ягоды, даже если мы добавили туда семечки и орехи, то есть достаточное количество клетчатки. И, наконец, правило номер три – разбавляйте смузи водой или кокосовым, соевым или миндальным молоком. Ну и, конечно, не стоит пить смузи в неограниченном количестве – максимум три стакана в день. Стоит ли выкладывать деньги за смузи, тратить время на его приготовление? Или можно сэкономить, сидя на старом, добром кефире? Интересно, что быстрее поможет избавиться от лишних килограммов? Да что гадать! Давайте устроим, так сказать, разведку боем. Властью, данной мне первым каналом, объявляю битву! Кефир против смузи! Бой! Добровольцами вызвались солисты группы «Эксбб». Они всегда, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки. Итак, лидер группы Гия Гагуа будет пить кефир, а Александр Озеров – смузи. На все про все три дня. Утро четвертого дня. Первым делом актеры приступили не к репетиции, а к взвешиванию. На кефирной диете Гия Гагуа сбросил почти целый килограмм. Что ж, неплохо. Ва-а-а! А ну-ка, давай ты! Александр Озеров стал легче всего на 200 граммов. Сомнительный результат. А-а-а! Получается, в битве за сброшенные килограммы победил кефир. Ну что, ты банкуешь, ты взял банк. О, еще кефир. Наш продукт. Хорош. Именно этот продукт, по словам диетологов, лучше подходит для нескольких разгрузочных дней. С точки зрения калорийности, смузи – это более калорийный вариант разгрузки. Поскольку кефирная разгрузка, калорийность получается порядка 650 до 700 килокалорий, зависит от жирности кефира. Смузи же – порядка 1000 килокалорий. Итак, если вы хотите следовать моде и пить смузи, не добавляйте в него фрукты. Замешивайте больше овощей и полезных семян. И помните, похудеть, сидя на смузи, нельзя. Лучше всего устраивать раз в неделю разгрузочные дни. Причем на кефире будет эффективней. Еще один популярный напиток для борьбы с лишними килограммами – чай. При условии, конечно, что он без сахара. Например, многие слышали о том, что зеленый чай способствует снижению веса. И именно для него есть доказательная база по его эффективности для коррекции веса и улучшения состояния желудочно-кишечного тракта. Но если просто пить чай, эффекты можно ждать долго. А вот если его усилить определенными добавками, тогда худеть будете быстрее. Актриса Наталья Бочкарева несколько лет назад основательно взялась за свою фигуру. Я подружилась со спортом. Я стала ходить три раза в неделю на спорт. Соответственно, безусловно, правильное питание. Опять-таки, даже нормальное, здоровое питание. Истина вроде бы известная, а итог ошеломительный. Минус 20 кило. Но самое главное даже не это. С тех пор актриса не набрала ни единого лишнего килограмма. И все благодаря чаю всего лишь с несколькими добавками. Мне, пожалуйста, зеленый чай с цедрой лимона, душицей и имбирем. Спасибо. Эксперты подтверждают, такой чай творит настоящие чудеса с фигурой. Все дело в сочетании лимона с имбирем. Они усиливают жиросжигающие действия зеленого чая. Это вообще идеальный напиток с точки зрения расщепления жира. Он еще и метаболизм стимулирует, что тоже прекрасно для похудения. Но это не все добавки, которые помогут вам, попивая чай, худеть прямо на глазах. Так что еще добавить в чай, чтобы похудеть? Откройте шкафчик со специями. Пригодится многое из того, что там есть. Корица, кориандр, кардамон. Они ваниль, кстати, тоже очень хорошо действуют и притупляют чувство голода. Также эликсир стройности из чая сделать помогут душистые растения. Можно использовать мяту. Например, мята снижает аппетит. Итак, помните, чай с лимоном и имбирем сжигает жир. А чай с мятой, корицей, кориандром, кардамоном и ванилью отбивает аппетит. Зеленый чай, кстати, пользу не только фигуре принесет, но и вашим зубам. При одном условии. Если вы будете правильно его пить. Не подумайте, я не сошел с ума. Просто пью зеленый чай по науке. Недавно японские ученые объявили, зеленый чай хорош для профилактики, кариеса и парадонтоза. Плюс он укрепляет зубную эмаль. Так что прежде чем глотать зеленый чай, подержите его немного во рту. Такой способ, по словам ученых, поможет вам сэкономить на стоматологе. Итак, получается, зеленый чай просто находка для всех, кто заботится о фигуре и здоровье. Хочешь здоровые зубы? Прежде чем глотать чай, подержи его немного во рту. Хочешь плоский живот? Добавь в него имбирь и лимон. На полках многих аптек годами стоят многочисленные чаи для похудения. Интересно, а они работают? Расскажем через несколько минут. Мы обещали рассказать, работают ли чаи для похудения, которые продаются в аптеках. Так вот. Работают. Правда, не так, как мы привыкли думать. Я вам сейчас объясню, как действует большинство аптечных чаев для похудения. Представьте, что эта губка – вы. Вы выпили чай для похудения, и вот что с вами происходит после этого. Чай просто выводит из организма лишнюю жидкость. Но жир-то при этом никуда не делся. То есть ненавистные лишние сантиметры на боках тоже останутся на месте. Однако это не значит, что чаи для похудения нужно сбрасывать со счетов. Если знать секрет их правильного использования, долгожданный эффект не заставит себя ждать. Что же это за секрет? Все очень просто. Нужно знать, какой чай когда пить. А сделать это можно всего лишь, прочитав состав. Сейчас мы расскажем, как разобраться в этой абракадабре. Итак, если в составе есть эль-карнитин, такой чай пойдет на пользу фигуре. Только если его пить перед тренировками. Термогенный эффект эль-карнитина не наблюдается без физической нагрузки. Если на первом месте в составе стоят листья сены или александрийский лист, этот чай поможет быстро влезть в старое платье. Правда, лучше распитие этого чая отложить до выходных, иначе на работу просто не останется времени. При употреблении этого чая будет усиливаться либо работа желудочно-кишечного тракта. Ну а если в составе чая есть бергамот, сандал или корица, смело пейте его перед застольем. Под действием вот этих всех чаев у нас повышается уровень эндорфинных компонентов. То есть это повышает настроение. Мы чувствуем, что мы довольны, и поэтому нам не нужно много употреблять пищей. Итак, если хотите получить нужный эффект от чая для похудения, то пейте чай с эль-карнитином перед тренировкой, а чай со слабительным эффектом по пятницам. А по выходным у мамы на блинах чай с бергамотом, сандалом и корицей. А на случай, если вдруг заварочного чайника не оказалось под рукой, есть простой народный совет. Помните, мы решили проверять советы, которые вы присылаете нам на почту. И выбрали для этого самого отухотворенного. Ну и, соответственно, самого безрукого корреспондента. Теперь мы усложнили задачу. Устроим настоящую битву. Народные советы против профессиональных секретов. От лица народа выступит все тот же бестолковый корреспондент. Будет отстаивать нашу честь? Как сможет. Я соревноваться ни с кем не буду. Просто нам прислали очень интересный лайфхак. Сегодня мне нужно проверить совет для любителей гонять чаи. И совет состоит в том, как при помощи пластикового стаканчика и острого предмета, в данном случае гвоздя, сделать заварник. Делаем несколько отверстий в стаканчике. Сбоку. В донышке. А, в донышке сложен. В общем, берем чашку. Насыпаем чай. И заливаем его кипятком. Посоветую, нужно оставить на минутки 2-3, чтобы чай заварился. Вот. И получается таким образом, что у нас, можно сказать, мини-чайничек. Вот тут остается вся заварка. А чай заваривается без крупинок и без чаинок. Вот такой зеленый чай у нас готов. То есть совет работает. А теперь подвов. Помните, в прошлых программах мы говорили, что нельзя использовать такие стаканчики для горячей воды? Так вот, получается, что делая такой чай, вы готовите настоящий химический коктейль вместе со стаканчиком. Поэтому мой вам совет – используйте для заваривания стаканчики для горячей воды. Вот такие. Итак, в погоне за идеальной фигурой чай – хороший союзник. Особенно зеленый с лимоном и имбирем. Чаи для похудения тоже помогут, если помнить, какой и когда лучше использовать. Чай с элькарнитином пейте перед пробежкой, а с бергамотом перед застольем. Итак, забудьте раз и навсегда о строгих диетах, а не прошлый век. Результативнее худеть при помощи напитков. Поэтому пейте воду только тогда, когда чувствуете жажду. Правило двух литров – всего лишь миф. Пейте зеленый чай с имбирем и лимоном. Такой напиток ускоряет обмен веществ. На сегодня это все. Теперь вы знаете, что, как и сколько пить. Чтобы похудеть. Ну и я, в принципе, тоже знаю, что делать. Эх! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!